И сыновей лучше всего тот, который предвосхищает желание отца. Посредственным называют сына, который делает только то, о чем отец просит его. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. Если же сын отказывается подчиняться своему отцу, считается, что он ничем не лучше его испражнений. Комментарий. Хотя Пуру был младшим из сыновей Яйти, он отличался очень возвышенными качествами. И потому, не раздумывая, согласился исполнить волю своего отца. Пуру думал так. Мне следовало бы исполнить желание отца еще до того, как он попросил меня об этом. Однако я не сделал этого. Значит, меня нельзя назвать образцовым сыном. Я посредственный сын. Но я не хочу быть плохим сыном, которого сравнивают с испражнением отца. Один индийский поэт говорит о Путре и Мутре. Путра значит сын, а Мутра значит Мача. И сын и Мача появляются из летородного органа. Если ребенок стал послушным Словой Господа, его называют Путрой или настоящим сыном. Если же сын не отличается ученостью и не предан Господу, то он ничем не лучше, чем Мача. Текст номер 45. Шукаде Богоасвами сказал, о Махараджи Парикши. Так Пуру с радостью взял себе старость своего отца Яити, и тот, получив взамен молодость своего сына, стал наслаждаться жизнью. Впоследствии царь Яити стал повелителем всего мира, состоящего из семи островов, и правил своими подданными, заботясь о них, как отец. С тех пор, как к царю вернулась молодость, его чувства обвели былую силу, и он не отказывал себе ни в каких удовольствиях. Деваяни, любимая жена Махараджи Яити, всегда старалась заставить своего мужу наивысшее блаженство, служа ему в уединенных местах улом, речью, телом и всем, что было в ее распоряжении. Царь Яити совершил многочисленные жертвоприношения, щедро вознаградив браманов, чтобы удовлетворить этим Верховного Господа Хари, средоточие всех полубогов и цель ведического знания. «Васудева, Верховный Господь, сотворивший материальный космос, вездесущ, как небо, в котором плавают облака. Когда Вселенная разрушается, все сущее входит в Верховного Господа Вишну, и проявленному разнообразию мира приходит конец». Небольшой комментарий. Господь говорит в Бхагавадгите 7.19 Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел в совершенное знание, вручает себе мне, и Бхаг понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая Великая Душа встречается очень редко. Верховная Личность Бога, Васудева, дождественна Всевышней Абсолютной Истине, Высшей Абсолютной Истине, Верховному Браману. Изначально все пребывает в нем, и в конце все снова входит в него. Господь обитает в сердце каждого, и Он – источник всего сущего. Материальное же разнообразие временно. Слово «свапна» означает «сон», «май» означает «иллюзия», «амо манурадха» означает «порожденное ума», «порождение ума». Сны, иллюзия и творения нашего ума временны. Временно и все мироздание, но Васудева, Верховная Личность Бога, есть Вечная Абсолютная Истина. Омагьяна Тимиранда Сья, Гянаджа Наша Лакая, Чакшур, Хумилитам Лина Атасвари, Шри Гураве Намага, Шри Читаньям Ановиштам, Стапитам, Венабутале, Своя Группа Кадам Ахвям, Дадатисва, Падантикам, Вандехам Шри Гуру, Шри Юрта, Падакамалам, Шри Гуру, Нвайшнавам Шат, Шри Рупам Саграджатам, Сахаганара Гунат, Пангвитам Там. Спасибо за просмотр! Ванча-калпа-тарубляча-прирпа-синду-бьяевача-патитанам-хаваневью-вашнавевью-намо-намаха-джайши-кришны-читанья-правлюнтянанда-чриадвайта-гадат-хара-шри-васари-гоура-бхагдавинда. Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна, Кришна, Харе-харе. Харе-рама, Харе-рама, Рама, Рама, Харе-харе. Сыновья Махараджа Ярити попали в очень сложную ситуацию, и они реагировали на эту сложную ситуацию по-разному. И мы с вами каждый день попадаем в сложные ситуации. Есть, конечно, прям сложные-сложные ситуации, когда, не знаю, не приготовили просад. Вот это очень сложная ситуация. Но бывают такие, ну, то есть, чтобы подготовиться к таким сложным ситуациям, вот к таким прям сложным ситуациям, нужно готовиться в маленьких сложных ситуациях. Потому что, когда совсем уж сложная ситуация, тут уже не для тренировок, тут уже, знаете, все полезет наружу, и вот что есть, то и полезет. Вот, и поэтому надо тренироваться, тренироваться на примерах, которые приводят нам здесь Шимадбхагавата, чтобы мы могли, послушав об этом, попытаться воспроизводить это в своей повседневной жизни, в маленьких сложных ситуациях, делать правильный, делать правильный выбор. И, действительно, непростая ситуация, это даже хуже, чем смерть, знаете, старость, вот вы, энергия есть, да, то есть, как-то можно подтянуться раз в 30, да, вот, побегать можно, кушать в любом количестве. Ну, я не говорю про другие наслаждения, которые доступны вне стен этого Ашима. Вот, все это в большом количестве доступно, вы царский сын, все супер просто. И теперь говорят, это же старость, это же не просто, знаете, вот так вот, вот будешь стариком. Это значит, не переваривается, это значит, голова плохо работает, память уходит, это значит, что не функционируют некоторые части тела, уже не функционируют. И вот как-то вот, вот, и вот все это есть вот здесь для наслаждения, а уже нельзя это будет взят. Лучше помереть, помереть лучше. Но нет, помирать нельзя, грех, грех, убийство, кшатрия. Поэтому надо сделать выбор, ты послушаешься своего отца или нет. И вот мы видим здесь три реакции, три реакции. И если судить по каким-то внешним действиям, по внешним действиям, то двое из них отказывают своему отцу. Один соглашается. Но на самом деле правильно, трое отказываются. Ну да, то есть правильно поступили, поступил тот, кто отказался. Яду. Он отказался, хотя вроде он поступил неправильно внешне. Отец расстроился, хотя там не написано, расстроился он или нет, а с его отказом. Слегка расстроился. Но он поступил правильно. И вот с точки зрения какой-то внешней деятельности, непонятно, почему одно прославляется. Один отказ прославляется, другой отказ осуждается. И в Бхагавадгите четвертая глава говорит нам, что судят, действует человек или нет, не с точки зрения внешней деятельности, а в том, какое сознание, в каком сознании человек внешне действует или внешне не действует. Мы все здесь сейчас сидим на лекции, но Кришна нас судит по-разному здесь прямо на лекции. Потому что сидим мы по-разному, обратите внимание, все сидят по-разному. Кто-то стоит по-разному, кто-то лежит по-разному. Почему так? Кто лежит, спрашиваю. Есть личность. И вот почему? Потому что сознание разное. Внешне вроде как все супер вообще. Все сидят. Прямо внимательно слушают. Но о чем он там думает? Вот непонятно. Он смотрит тебе прямо в глаза и о чем-то думает. Параматма знает, о чем он думает. И реакции поэтому разные. Реакции разные. Поэтому что же это такое за закон, который лежит в основе того, что происходит в этом мире? За что судят здесь? То есть разные же можно критерии использовать. Почему одного наказали, другого прославили? И можно в этот мир, так же как в компьютер, можно разные программы устанавливать. И из-за этого будут разные реакции на нажатие кнопки. В зависимости от программы вы нажимаете на одну и ту же кнопку. Обратили внимание, да? Вот все сидят и нажимают туда, прямо на этот экран. Но реакции разные. Почему? А разные программы потому что. И вот Кришна сюда особую программу заложил. Мог любую заложить. Равана хотел другую программу заложить. У него был план заложить другую. Ему не нравилось вот это приложение. Материальный мир. Он хотел другое, сделать другую программу. Что если кому-то в нос дал, сразу раз и в рай попал тот. И ты тоже с ним попал в рай. Ну или что-то еще он там делал. И вот смотрите, это очень сложная вещь. Какая программа? Я помню людей на своих лекциях просветительских. Я вдохновлял на то, чтобы они составляли законы кармы. Прям вот такой эксперимент мы проводили. Летели на две части и говорю, вот давайте, вот вы придумайте, за что мы будем здесь наказывать. А вот вы придумайте, за что мы будем здесь награждать. И люди искренне это делали. И потом, значит, мы это писали на доске, все смеялись. Я спрашивал у них, ну после того, там несколько целей я достигал с помощью этого упражнения. Но одна из них, я спрашивал у них, как вы себя чувствовали? Легко ли вам было составлять эти законы? И знаете, что они говорили? Они говорили сложное. Я говорю, почему? Не знаю. Я подсказывал, потому что вы не понимали, а какая цель этих законов. То есть, если просто мы сидим и давайте придумаем законы для алтарной комнаты. И раз что-то стали придумывать, если человек плюхнулся носом в пол, то его лишают завтрака. Вот почему такое правило? Ну не знаю, просто вот так вот хочется. Но, когда люди, или допустим, если кто-то входит в алтарь, он сначала должен подпрыгнуть и коснуться руками потолка. И потом предложить поклоны Шивы Прабхупады. Ну, в принципе, неплохо. Ну, а зачем? Ну, просто так. Ну, глупо же. Поэтому, когда люди не понимают цели законов, то непонятно, как их составлять. И главное, как судить. Вот почему за одно действие, ну, человека, ему дали Кришну, сыном, а другого, они же там предводители греков стали, да? Если я ничего не понял. Один из них. Один из них, да? Я читал бы. То есть, они эти яваны, влечь яваной стали. Ну, греки. Там Шивы Прабхупады где-то я читал. И турки. Турки. Да, турки. Один, соответственно, стал папой, ну, как бы у него, прадедушкой Кришной, да? А другой стал прадедушкой, там, турков. Вот, еще кого-то. Почему такая разная реакция? Почему такая разная реакция? Потому что в этих законах лежит смысл. Какой же смысл? Что же Кришна хочет, когда Он сотворил этот мир? Сотворил этот мир. Какой закон Он вложил в этот мир? Какую программу Вложил в этот мир? По которой все в этом мире работает. И об этом говорит нам Шимадбхагаватам вторая песнь, когда описывает, в 10 главе, когда описывается 10 тем Шимадбхагаватам. Там говорится стханам, да? Одна из тем. Шимадбхагаватам стханам. То есть, устройство, как устроена вселенная. То есть, какие планеты есть, описание планет. Я все думал, для меня было открытие, ну, как бы, по милости Вайшнавов, как-то мне это стало понятнее. Потому что я думал, ну, все понятно, да? То есть, есть творение. Ну, говорится же, что Господь абсолютно истинно является источником творения. Джанмади Асья, да? То есть, Он творит, поддерживает и разрушает. Ну, то есть, с чего-то надо начать, познавать Бога. И вот объясняет, что Бог – это тот, кто творит, поддерживает и разрушает свой срок. Поэтому надо предаться. И Бхагаватам, как бы, к этому подводят. И вот, когда говорится о том, что Он поддерживает, то есть, ладно, сотворил там элементы, потом Господь Прахма, все эти формы жизни. И потом же надо это все поддерживать. Я-то думал всегда, что поддерживать – это только, знаете, вот держать на руках. Ну, то есть, как нить, Он пронизывает с собой все, держит это все на руках, чтобы не развалилось. Но тут, по милости Вайшнавов, до меня дошло, что, оказывается, поддерживать – это также поддерживать определенную закономерность, которая в этом мире есть. Ну, что закон надо поддерживать. И в чем закон? Какой закон? Вайкунха-Виджая. Стхитир Вайкунха-Виджая, да, я хочу что-то вылетел. Вайкунха-Виджая, что победа Вайкунхи. То есть, закон такой, да, здесь, благодаря которому здесь все держится, что Вайкунха должна победить. Ну, или другое объяснение, что Джива, то есть, Господь Вайкунхи, то есть, Господь Кришна должен победить, то есть, спасти Дживу из этого мира. Джива Госпами так объясняет. То есть, спасти Дживу. То есть, мир создан, чтобы повытаскивать отсюда Дживы в духовный мир. Вот, оказывается, в чем идея всех законов. И что же держит нас здесь? Нас здесь держит чувственное насхождение, привязанность к личным, индивидуальным, эгоистичным насхождениям. И, ну, знаменитый стих, я его на всякий случай процитирую. От Мендрия Прити Банчха Тари Бали Кама, Кришнендрия Прити Ичха Хари Прима Нама. То есть, желание удовлетворять собственные чувства именуется Камой. И все мы здесь попали сюда, потому как Кама есть. Индрия Прити, то есть, удовлетворять чувства, привязываясь к удовлетворениям чувства. А надо что, чтобы попасть на Вайкунху или на Кришнаволку? Нужно Кришна, Кришна, Кришна Индрия Прити Ичха. Вот такая задачка стоит у этого мира. То есть, надо из этого Индрия Прити перевести человека Кришна Индрия Прити. Вот туда надо перевести. И вот как это сделать? Вот все законы здесь, в этом мире, помогают человеку, чтобы переходить из одного уровня планетных систем на другое, нужно избавляться от этой Камы, от стремления удовлетворять свои чувства. Чем меньше Камы, тем выше уровень. И вот так постепенно надо вообще выйти вот туда наверх. Ну, по милости Вайшнауф тут, поэтому есть и законы кармы, и милость Вайшнауф, и все это для того, чтобы вытащить, чтобы Господь победил, то есть вытащил живу из этого мира. Поэтому, когда есть цель, тогда понятно, в чем тхарма. Вот другая тоже распространенная проблема, когда преданные люди вообще слышат, ведических просветителей, и там часто используется такая вещь, как тхарма. Тхарма, обязанности, выполнять свой долг. И всегда возникает вопрос, что за долг-то такой? Я тебе пишу, должен, что ли? Откуда этот долг? Долг кому? И долг, главное, за что? Так вот, не каждый долг называется тхармой. То есть тхарма – это особый долг. То есть я могу вот, там человек говорит, ты должен вот давай на троих, вот это наш долг, мы должны на троих как бы отметить это событие. Ты что, меня не уважаешь, что ли? Это же твой долг, уважать меня. Понимаете? Вот долг тоже, человек говорит, долг платежом красен. Вот я украл для тебя, теперь у ты укради для меня долг платежом красен. То есть, понимаете, да? То есть долги разные бывают, но не всякий долг называется тхармой. Когда говорится о тхарме, конечно, высшее проявление тхармы – это то, парадхарма, да? То, что приводит Кришна Прима Бхакти, да? Ахайтуки, Бхакти. Ахайтуки апратихата Бхакти. Вот парадхарма – это то, что туда приводит. Но если еще вообще дальше говорить, что изначально наша тхарма, что я ниття Кришна Дас, вот моя тхарма. Но, к сожалению, немногие из нас до конца это понимают, до конца это понимают. Кто-то не из нас, а из них вообще этого не понимает. Мы-то все чуть-чуть понимаем. Так вот, когда человек либо вообще не понимает, либо понимает немного, но он еще не готов, знаете, вот только воспевать Святое Имя и слушать Шримад Бхармана. Вот не готов, потому что есть еще интересы какие-то. Ну, не греховные интересы, просто хочется на велосипеде поездить. Ну, просто хочется. Ну, а что делать? Хочется мне на велосипеде поездить. Хочется, чтобы люди меня любили. Чтобы они верили, хороший ты человек. Ну, хочется вот такого. Хочется, чтобы еда была... Еда была. Чтобы она была и вкусная, и главное, чтобы она была. Да, с карамелью соленой, вот сверху, вот, с карамелью была вот еда. Хочется такого. И вот, когда человеку вот это вот хочется, то оказывается, ему для такого человека, ему еще нужны дополнительные обязанности. Дополнительные обязанности, которые помогут, эти дополнительные обязанности, помогут его постепенно очистить от восхождения чувств. Поэтому у разных людей, в зависимости от того, на каком уровне сознание находится, непреданные, преданные разных уровнях, совершенные преданные, преданные в духовном мире, там цель одна, это вернуть людей в духовный мир. Но в зависимости от их уровня, вот то, что им нужно сейчас сделать, чтобы возвращаться в духовный мир, будет выглядеть по-разному. И вот обязанности, сейчас будет определение, то есть, обязанности, которые помогают человеку возвращаться в духовный мир, это и есть дхарма. То есть, обязанности, которые помогают избавляться от индрия-прити и идти, идти хотя бы в направлении Кришна, как у нас тут, Кришне-ндрия-прити, да? Вот, если идти в том направлении, то вот это и называется дхарма. И у всех оно по-разному будет выглядеть. И мы видим здесь, на примере вот этих реакций сыновей Махараджа Яйти, мы видим, что для разных людей карма или то, что им нужно было делать в этой ситуации, в этой сложной ситуации, было разное. И самые нехорошие из них, ну, они не совсем уж жестко, не то, что они, вот прям жестко это вот в Кали-Югу происходит, когда сын просто уничтожает отца, если тот себя нехорошо ведет. Вот, отца и еще и братьев. Мы просто были, когда в Агре нам рассказывали эти истории, как в те времена дикое Средневековье и туда дальше. То есть, Кали-Югу, на самом деле. Кали-Югу. И как они боролись за власть. Я вам приведу пример, чтобы было понятно. Мы когда были однажды, как это называется, не зоопарк, а аквариуме, да, в аквариуме были. И там, значит, нам рассказывали, акулы там плавали, и нам про них рассказывали. И даже не рассказывали, а показывали. Там с помощью камеры УЗИ, да, УЗИ, там была беременная акульха, и вот ее как бы снимали на УЗИ, что там у нее в утробе происходит. Так вот, почему у акул появляется только один акуленок? Знаете почему? Потому что они там жрут друг друга. И вот тот, кто выжил, вот он и рождается. Понимаете? Вот это, я понимаю, жесть. Они еще не родились, уже жрут друг друга. И прямо там на камере, на экране показывают, вот это, как это происходит. И, ну, если уж совсем, ну, как бы, был полный тамос, то поубивали бы просто конкурентов, как и происходило в той империи, где вот нам рассказывали про Акбара, его сыновей, Аурангзеб, как он своих братьев. Это было распространенное явление. То есть, было много претендентов. И тот, кто выживал, тот и был императором. До такого здесь не дошло. До такого не дошло. Они просто отказали своему отцу. Почему? Индрия Прити. Из-за того, что очень сильно хотелось наслаждать свои чувства. И я, как бы, не хочу терять молодость. Мне нравится вот это вот все. Папа, ну ты не прав. Вот так вот на страницах Багават. Багаватам это говорится. И это греховная вещь. Потому что они поставили свои интересы, чувства, интересы, чувства, выше интересов своего отца. Они были неблагодарными, негодяи. Чем больше человек сосредотачивается на своих чувствах, тем меньше он замечает, что для него кто-то что-то делает. То есть, приходишь, а тут раз, еда уже в ведрах стоит. Само просто произошло. Там раз, и божества уже вот так выглядят. Надо же, Господь сам оделся. Поразительно просто. Сам оделся. И там что-то в комнату заходит чисто. И каждый раз чисто. А что так чисто это здесь у нас на третьем этаже? Не знаю, само как-то происходит. Одежда сразу сама испаряется. Знаете, бросаешь туда одежду, да? Выходишь, уже нет. Чудо какое, местика какая-то. Так в кассу заходишь, да? Что-то читали. Заходишь, а там деньги появились. Надо же, само. Сами деньги появились. Мистика. И вот из-за этой Индрия Прити человек слеп просто. Он никакого уважения, благодарности не испытывает к тем, кто заботится о нем. И здесь мы видим, что Пуру проявляет благодарность. Это другой уровень. Первый уровень нет благодарности. Поэтому это они и пострадают. Второй уровень это благодарный человек. Пуру правильно поступил. Он уже поднялся, то есть его сознание выше, чем у его трех братьев. Не выше, чем у пятого, но выше, чем у троих. Он уже выше, и он понимает, он помнит, что папа мне дал, ну помимо там царства и все остальное, там всех этих насхождений, самое главное, что он дал? Он дал мне не просто жизнь, а что у всех жизнь есть, человеческую жизнь. И у меня есть возможность практиковать сознание Кришны. Я могу меняться, потому что в человеческой форме жизни можно изменить свою судьбу. Если вы родились пингвином, там не поменяешь свою судьбу. Как прыгал, так и будешь прыгать всю жизнь. А тут можно перестать прыгать. Можно перестать прыгать и повторять Харе Кришна мантру, учить швоки. Понимаете? Проявлять тринатописывание чина и возвернуться в духовный мир. И вот за это он благодарен Отцу. И это круто. То есть он проявляет благодарность и он готов. То есть он чувствует себя в долгу. Потому что, смотрите, предны. Мы не можем чувствовать себя в долгу, если мы ничего не получили. Вот, Илья, ты же чувствуешь, что ты мне должен пять тысяч долларов? Вот давайте посмотрим на Илью. Чувствуешь? Чувствуешь? Вот почувствуй это. Почувствуй. А он не чувствует заразу. Он говорит, я тебе ничего не должен, потому что ты мне ничего не давал. Вот видите? Даже если ему дашь пять тысяч долларов, еще не факт, что он почувствует. сознание может не хватить. Он подумает конкретно, что это просто с неба упало, что ты купил себе хорошую камеру, большую, как вот по телевизору, вот, люди, вот, такими хочу такую камеру. И все. И как бы спасибо, нет, за что спасибо, само произошло. Но нет. Если человек не только получил, но еще и чувствует, что он получил, то у него тогда появляется чувство долга. чувство долга на пустом месте не появляется. Человек должен признать, что он что-то не получил. Если он не чувствует, если он не признает, что он что-то получил, никакого чувства долга не возникнет никогда. И вот Пуру, он великий человек, на самом деле. Он говорит, спасибо, Папа, за эту жизнь мне, за то, что я могу практиковать сознание Кришны. Даже если Папа в мае, даже если он не преданный, спасибо тебе, что у меня есть человеческое тело. Я благодарен тебе за это. И благодарность, чем она характеризуется? Тем, что нужно сделать что-то для того, кому я благодарен. Нужно сказать спасибо. Нужно сказать спасибо, и тут конкретно не то, что спасибо, нужна молодость одна. И он настолько благодарен, что он готов отдать своему отцу молодость. И он приводит, он даже извиняется. Папа, извини, пожалуйста, что я сразу не догадался до этого. У меня не настолько сильно это чувство благодарности, если бы она была на самом деле сильно, я бы просто предугадал бы твое желание. Об этом я чуть позже, это вторая тема, надеюсь, мы успеем. Так вот, второй уровень, это уровень благодарности. Правильно Пуру поступил? Он правильно поступил. Приближает это его к духовному совершенству или отдаляет? Почему приближает? Индрия Прития отказался от Индрия Прития и проявляет уважение, благодарность с этого начинается. Но теперь круче, чем он поступил в Махарадж Яду. Почему круче? Вроде бы он отказал отцу. Он отказал отцу, отец попросил, говорит, я не буду это делать. Почему он это сделал? Вы скажете, ну потому что он это сделал ради Кришны. И вот тут есть такая мощная подмена, которой часто начинающие преданные пользуются. Мы Кришне служим, понимаете? Поэтому мы больше никого не благодарим. Вот так вообще здорово. То есть я просто был, ну как бы, с рождения нехорошим человеком, ну так у меня воспитали неблагодарность. И мне никогда не хотелось говорить людям спасибо. Никогда не хотелось. А тут у меня появилось оправдание ведическое, кришнаитское оправдание. Ну как? Я же Богу сказал спасибо. Ты-то тут при чем? То есть представляете? Человек приносит вам просад. Ну пирожок, не знаю. А чинь читания про Богу. Он любит делать подарки. И он приносит тебе пирожок. И вот я беру этот пирожок и не говорю ему спасибо. Потому что это же кто принес пирожок? Кришна принес пирожок. Правильно. Кришна, спасибо тебе. Смотрите, как бы выглядело, да? То есть кто-то читает там, не знаю, лекцию. Кришна, спасибо тебе за лекцию. Кто-то приготовил просад, Ананта Гауранга Прабу приготовил потрясающий просад. Все приходят. Кришна, спасибо тебе за просад. Ананта Гауранга Прабу смотрит и говорит, Кришна, спасибо тебе за такие благодарных друзей. Углавливаете, да? Должны ли преданные быть благодарными помимо Кришни еще кому-то? Как вы думаете, должны или нет? Нет, конечно. Наш долг только перед Кришной. Поэтому я вот так высокомерно посмотрел на слово отца и так вот, знаете, папа, ты не прав. Вот, не буду я тебе ничего не должен. Как этот стих, что Деваши Бутаптан Ринам Петринам, Наткинка Рамнаем Ринича Раджанова. Процитировал ему этот стих. Говорит, папа, отойди от меня. Ты в полное мае, тебе ничего не должен просто. Я должен только Богу. Никакой другой, других обязанностей у меня нет. Вот молодец. Нет, все было по-другому преданное. Все было по-другому. Махарадж Яду испытывает благодарность. Он же, смотрите, чем выше человек поднимается, тем больше благодарности он испытывает. Поэтому он испытывает и благодарность к своему отцу, понимая, что Кришна через отца действует. Поэтому он благодарен отцу своему. Пример, который есть в Бхагавадгите, когда, ну, то есть Дурёдана сильно не переживал, что там родственники на той стороне. Меньше будет, больше достанется. Такой принцип. Но когда Аджун увидел Бишму и Дрону, он говорит, да лучше жить. Нищенство это хуже, чем смерть для Кшатри. Чем жить ценой гибели моих учителей. Это мои учителя. У него, он помнит все, как Бишма заботился о нем в детстве. Он помнит, что Дрона воспитал его, как великого воина. Он обещал, что Аджуна будет лучшим воином. Он сдержал свое обещание. И вот он полностью от них все получил. Он испытывает благодарность. Вы думаете, он перестал испытывать неблагодарность? То есть, когда Кришна говорит, надо и всех убить. Так нормально, сейчас всех поубиваем. Нет. Не так было. Он продолжает испытывать благодарность. Он уважает этих людей. Он помнит все добро, которое они сделали. Он говорит, я вас уважаю. Первая стрела, она полетела к их стопам. Он проявляет это уважение. Но просто смотрите, что происходит. Так как у него еще есть более глубокое понимание истины, он понимает, что Кришна, в конце концов, за всем стоит. Поэтому он проявляет свое уважение к Кришне. Он уважает Кришну, потому что Пуру уважает только Отца. В данном случае. Но Яду уважает Кришну. Это включает уважение к Отцу. Он продолжает уважать Отца, как энергию, через которую Господь проявился и который о нем позаботился в детстве. Он все это продолжает делать. Но просто как проявить свою любовь и уважение к Отцу, вот это вопрос. Это можно делать по-разному. И вот что он сделал? Он отказал Отцу, но это было проявление его уважения к Отцу. Это было его проявление, то что это будет лучше для Отца, это будет лучше для меня, это будет лучше потому, что для Кришны. Ловили, да? То есть он проявил уважение к Отцу, отказав ему, его просьбы. Те ребята, они отказали, это не было уважения к Отцу. Пуру проявил уважение к Отцу, исполнив его просьбу. А яду, проявив уважение к Отцу, не исполнив его просьбы. Кистика же, да? Ну так оно. И теперь возникает, ну то есть, понимаете, почему неофиты будут пользоваться? Они же легко сказать, ну знаешь, папа, я из уважения к тебе, вот дам тебе сейчас нос просто. Вот раз, не потому что мне ты не нравишься, не потому что я неблагодарный негодяй, да? А просто вот как бы вот у меня более высший принцип. Высший принцип у меня, любовь к Богу. И вот любовь к Богу сейчас, вот в этой ситуации проявляется вот таким образом, понимаешь? Вот что ты вот на меня ругаешься? Это же любовь, понимаешь? И вот судить-то, конечно, будут не по словам преданных. Там же параматно в сердце находится, она же чувствует, мотивы наши. Поэтому я могу сколько угодно говорить, что я из высших соображений ударил кого-то, или не послушал, наглубил кому-то, отказал кому-то. Я могу сказать, что я из высших побуждений. Но параматно знает, из каких побуждений это я делал. И реакция будет соответствующая. Поэтому как не перепутать? Как не перепутать, что делать в этой ситуации? Как не перепутать? И, конечно же, надо, ну, либо спрашивать, либо спрашивать человеку, которого уже есть, который настроен, камертон, у кого настроен на сознание Кришны. Вот у него надо спросить, так мне вот этот стих цитировать, да? Про Деварши, Деварши, Путаппы, Наринам, Петренам. Или другой стих. Какой другой стих, что должен, помнишь, ты цитировал? Ну, потом мы пришлем к записи. Простите. Другой стих. А Наташи, Путаппы, цитировал два стиха, как пример очень. Один вот этот, что нужно отбросить. А другой стих о том, что мы должны выполнять эти обязательства. О том, что как бы этим нужно яги делать. Для питов нужно ребенка завести, для мудрецов надо книги изучать. Вот. Какой стих цитировать, это наставник скажет. Это скажет наставник. Но, вспомнил, да? Какой? Я наверное вспомнил этот стих. Ага. Ну, что... Опять забыл. Ладно, все, бог с ним, не будем. Значит, смотрите. Как понять, какой стих цитировать? Если даже я не могу всегда вспомнить его. Надо пойти к наставнику. Наставнику, которого коммерционно строят. Он подскажет, какой конкретно мне стих сейчас актуален. Но вторая тема, на которой я хотел сегодня поговорить. То есть первая тема мы закончили, да? Что дхарма, чтобы разобраться, что мне делать в этой трудной ситуации. Чтобы было это уважение, да? Чтобы это было уважение к Богу. Как минимум уважение к человеку, ну, идеальное уважение к Богу. Вот, как это сделать? Нужно обратиться к старшим, у которых есть уже сознание Кришны. Они подскажут нам, какова дхарма. То есть обязанности, которые будут меня возвышать. Именно для меня. Какова дхарма для меня. И не надо всех слушать. Потому что все чего только не говорят. Вообще. Там послушаешь ужас, думаешь, ну все, мне не надо практиковать сознание Кришны. У меня шансов нет. Не надо всех слушать. Слушайте гуру, слушайте наставников своих, которые знают вас, которые, у которых есть сознание Кришны. Они помогут, как вам развиваться, что дхарма для вас. Но второй момент, это когда у человека есть, когда он учится, он же не просто, цель не в том, чтобы каждый раз приходить к наставнику и задавать один и тот же вопрос. Повторять мне сегодня сутраджапу или нет? У меня сомнение вообще. Знаете, каждый день вот так. Раз, Гуру Махараджу во Вриндаван звонят. И говорят, Гуру Махарадж, ну вот, а вот сегодня что, опять что ли 16 кругов? Ну это, это вообще, то есть так нельзя преданное. То есть учиться, если человек ученик, то он должен, по идее, что делать? Обучаться. То есть он уже что-то уметь, потом еще больше уметь. И вот к старому уже не надо возвращаться. Уже не надо каждый раз спрашивать. А вот сегодня тоже 4 принципа? Или может быть 3,5? Уже понятно. Об этом не надо спрашивать. Про 16 кругов не надо спрашивать. Другие уже, другие вопросы должны возникать у человека. Так вот, когда человек, когда человек, смотрите, мы сейчас к стиху возвращаемся, к 44 стиху. Когда человек, когда человек проникается, проникается какой-то наукой, у него появляется разум. Что такое разум? Это способность понимать, что нужно делать. Да, способность ума анализировать, есть такое определение Шива Павупады. И также в Капиладефах говорит, что разум это то, что помогает уму достигать поставленных целей. То есть должен же кто-то подсказывать, что он это делал. Так ведь? И вот если человек проникает в какую-то тему, то Кришна... Вот эти стихи, вот этот стих меня вообще вдохновил очень сильно на чистые бахты. Я сейчас объясню почему. То есть если человек прям очень сильно чего-то хочет, прям медитирует на это, только к этому стремится, то ему дают соответствующий разум. Кришна дает ему разум. Мы очень сильно зависим от этой штуки, которая называется разум. И разум это Кришна. Это же он подсказывает, что мне надо делать. Он подсказывает. Но подсказывает он в зависимости от того, что для меня самое важное. То есть основой работы разума является мои ценности, является то, что для меня очень важно. Допустим, если человек очень сильно медитирует на то, чтобы воровать. Есть такие, знаете, профессор Мориарти. Гений просто, гений. И он так вот, ну как бы в это погружен, что он такие схемы придумывает. Такие схемы придумывает, что с трудом Шерн Холмс раскручивает все эти вещи. У него просто другой разум. Он очень сильно медитирует на то, как раскрыть преступление. Ему специальный разум для этого дает. Если к этому стиху возвращаемся, то смотрите, здесь четыре категории сыновей описано. И первая категория, это те, у кого вообще никакой, самая низшая категория, это те, у кого нет никакой благодарности к отцу. Они просто не чувствуют, что отец им что-то дал. Мы просто неблагодарны. Поэтому что они делают? Они его вообще не слушаются. Ну с какой радости, мужик, я тебе должен слушать. Старик, иди отсюда. Вот так они с ним разговаривают. Потому что я не чувствую, что я тебе что-то должен. Радуйся, что жив вообще. Вот это сравнивается с мочой таких. Таких детей неблагодарных сравнивают с мочой. Здесь. Вторая категория повыше. Здесь все с идеей благодарности. Этот стих про благодарность. К отцу. Потом мы пойдем к Кришне. Но здесь про отца речи. Вторая категория. Это те, кто чуть-чуть испытывает благодарность. Они, конечно, этого отца сильно не понимают. И не очень-то и хочется. Ну как бы надо. Потому что, ну потому что, ну как-то, ну да, и люди смотрят. И все-таки, ну все-таки я появился благодаря ему. Поэтому они слушаются его. Но сильно в него не верят. Сильно у них нет веры в него. Они так формально что-то делают. Без души. Без энтузиазма. Вот от сих до сих. Скопали, вот сказали скопать вот здесь. Вот скопали, и все. И ушли. Ну надо там, поклеил обои. Ну и все. Без энтузиазма. Без Крия Шакти это происходит. Третья категория. Это те, которые испытывают благодарность. Пуру как раз он проявляет это качество. Он испытывает благодарность к отцу. Отец говорит, надо поклеить обои. Папа, конечно, сейчас поклеим. И поклеил так, что прям вот очень хорошо. Не отклеивается больше. То есть все хорошо сделал. И прям, знаете, заморочился. Позвонил по разным фирмам, где обои продают. Выбрал самые лучшие обои. Ну с душой сделал человек. Потому что благодарность испытывает. Но круче, чем это. Это тот, кто настолько благодарен отцу. Что он угадывает. Почему он угадывает? Почему у него такой разум? Потому что Кришна ему дал такой специальный разум. Ведь он очень хотел удовлетворить своего отца. Он испытывает благодарность. И Кришна дал ему специальный разум. Который помогает ему предугадать, что захотел бы отец. Представляете? И поэтому лучший сын. Это который предугадывает. И он уже поклел. Папа только так зашел в комнату. Хотел что-то сказать. И смотрит. Поклеены обои. Сынок, как так получилось? И вот в зависимости от того. Этот пример можно использовать для любой сферы. Допустим. Если знаменитый наш стих 10.10. Бхагавадгита. Тишам сататам югтанам. Бхаджате прити пурвакам. Тот, кто с прити пурвакам. То есть с энтузиазмом занимается служением Господу. Прям ему очень хочется. Его прям трясет. Господь, что для тебя сделать? Прям очень нравится ему это делать. То Кришна говорит ему. Да даме будхи йогам там. Я на маму паяньте те. А тебе там специальный разум. И ты будешь просто всегда знать, что я хочу. Представляете, как удобно. Вот я думаю, цитирует мне этот стих или не цитирует. И раз цитирую. Потому что Кришна говорит. Вот так ты придешь ко мне. Вот с этим стихом. Вот надо лекцию прочитать. А вот этот стих не надо. Вот рукаши не надо. Вот так вот на таком уровне будет происходить. Они в духовном мире все на этой будхи йоге живут. Они все до того, как Кришна им что-то скажет. Они уже знают, что для него нужно делать. Я помню, сейчас читаю. Это сцена из Кришна Сангати. Когда Кришна после того, как он пообщался с Дантовакрой. И объяснил ему, что он не прав. Очень быстро он ему объяснил. Потому что некогда было. Он очень хотел вернуться в Агриндаван. А преданные его ждут. Он уже долго ждут его. Это рядом совсем. Он ради этого туда и приехал. Это повод. Дантовакр был повод. Он сделал свое дело. Как бы дал ему повод приехать в Матхуру. И они, значит, с дорогой. Дарука ведет колесницу Кришной во Агриндаван. И Кришна спрыгивает там. Они приехали во Агриндаван. Он спрыгивает. И у него первая мысль. Но как же я покажусь перед преданными? Перед Бриджабастей. Как я покажусь в этих одеждах царя? Вот этой короны. Вот этой вот драгоценности. Вот. Я забыл. Я забыл одежду. И тут Дарука открывает багажник. И достает одежду пастуха. И Кришна, Дарука, ну ты молодец просто. Молодец. Вот это, понимаете, будхи йога. И даже настолько будхи йога это работает, что Джая-Виджай просто... И они просто хотели порадовать Господа Нарайну. Потому что не с кем Господу Нарайну было на земле помириться с силами, рыцарскую расу проявить. И они, знаете, в сердцах сказали, Господь, ну как же так? Мы хотим тебе послужить. И Кришна им дал будхи йогу. Они просто все объяснили кумарам, что они неправы. И это была не ошибка. Потому что это привело к тому, что Джая-Виджай смогли послужить Господу Нарайну. И мало того, даже Шимати Радхарани и Шидам, то есть близкие спутники, близкие, то что Шимати Радхарани в тело Господа, Кришны, они одна душа, двух тела. А Шидам это его близкий друг. И они поругались друг с другом. Шимати Радхарани пришла в Кунжу, а там ее экспансия, которую зовут Вираджа. Она узнала об этом, как-то не параматма, нет, будхи йога, йога майя, ее привела туда. И она видит там ее экспансия. В принципе, она на самом деле была рада, что Кришна счастлив. Но неожиданно для себя она стала ругаться. И Шидам стала проклинать Кришну. Шидам ступился за своего друга и проклял ее на сто лет разлуки с Кришной. И у меня оба в шоке. И Шидам, который оказался потом кем? Шамка-чудо, если я не ошибаюсь, ничего. Шидам в Шамка-чудо превратился. Вот. И получается... Нет, я не помню. Где-то там есть. Они прокляли друг друга. И это было преданное будхи йога. Это было будхи йога. Потому что это все привело к тому, что был Вриндава здесь на земле. Что привелся Вриндава. Что настроение разлуки через сто лет, после того, как Кришна уехал из Вриндавана, через сто лет, Шимать Радхарани пришла гениальной мысль. Я читал об этом в книге Кришна Сангати. Пришла гениальная мысль. А чем мы тут сидим? Поедем в дварку. А нельзя было раньше для этого догадаться? Нет. Проклятие. Проклятие. Через сто лет мысли приходят. И они, значит, всем коллективом ГОПИ приходят в дварку. Ну, такая лива описана. Поэтому, а еще я вчера слушал лекцию, господин Махадаш рассказывал, как у Нара-Дамуни появилась Лина. Мистическая история из Линга-Самхиты. Линга-Пурана. Линга-Пурана. И там был момент такой, что они вместе с Нара-Дамуни гуляли и неожиданно Нара-Дамуни захотелось попить воды. Но у Нара-Дамуни духовное тело. Там нет потребностей, как у нас, знаете, там хочу попить, попить и попить, и поесть хочу. Тело хочет. Духовное тело ничего не хочет для себя. Удобное тело, кстати. Удобное тело. Оно сотрудничает, сотрудничает с преданным. Это есть, это на самом деле есть преданное тело, и есть тот преданное. Неожиданно Нара-Дамуни захотел попить. Попить. Нет, попить он и попал. Попить захотел. Махарадж, я слышал, да с вами Махараджи, эту историю. Он говорит, Кришна интуцировал, интуцировал это желание в его тело. Потому что, ну иначе бы Нара-Дамуни не получил бы свою вину. Там я не буду сейчас в эту историю, она интересна, но не буду туда, мы отвлечемся. То есть, вот так происходит. Когда преданный медитирует на то, чтобы служить преданным. Обратили внимание, как сложно дарить подарки. Сталкивались с этим? У кого-то день рождения, да? Ну или что-то еще. И надо подарить подарок. Так, а что ему надо? Ну непонятно. Ну что, ну дать денег просто. Дать денег, пусть сам себе что-нибудь купит. Но это потому, что медитации нет. Потому что сильного привязанности нет к этому человеку. Нет сильной привязанности. Вот и все. Но когда человек прям реально медитирует, он уважает этого преданного. А может даже и преклоняется перед этим преданным. То Кришна ему дает специальный разум. Специальный разум, чтобы послужить этому вайшнаму. Вот что надо для этого вайшнаму? Служение валом вокруг, но просто разум не настроен. Разум не настроен. И вы спросите, а что делать, если разум не настроен? Не надо имитировать. Часто преданные, когда цитируют этот стих, они говорят, вот видите, первоклассный гуру. Этот же стих можно и про гуру-ученик использовать. Вот первоклассный ученик, он до того, как гуру попросит, уже что-то делает. И Шиба Павпада так использовал. Так вот, на лекции, услышав, что вот есть первоклассный ученик, все сразу резко решают, что вот сейчас я должен быть первоклассным учеником. И вот я сейчас буду предугадывать, что гуру Магараш меня попросит. Вот этого точно делать не надо. Вот это не надо. Это 100% будет мимо. Первое, что надо делать. Надо быть хотя бы второклассным, хотя бы третьеклассным учеником. Материст. Посредственным. Нет, третьеклассный это вот тот, который делает без веры. Хоть что-то делать. Начните хоть что-то делать, что просит. Но лучше делать с верой. Попросили и с энтузиазмом делать дело, которое поручили. И так постепенно что происходит? Увеличивается это желание. Смотрите, саддана, которой мы занимаемся. А саддана, которой мы занимаемся, это специально для того, чтобы мы вот это желание, желание вновь и вновь в своем сердце воспроизводили. Если мы будем, мы показываем тем самым Кришне, что нам это очень надо. Мы приходим, мы возносим молитвы, мы просим гуру Махарадж, Шива Прабхупада, я хочу смотреть на мир твоими глазами, я твой слуга. И мы повторяем эти молитвы каждый день. Надеемся, что нам поверят. Помогите мне. Повторяем Гайфри. Гайфри каждый раз повторяешь. Это же молитва. Гайфри это молитва. Вдохнови меня, Господь, из сердца, чтобы я увидел, что гуру Махарадж Кришна нам дает. Вдохнови меня из сердца, что все, что есть в этом мире, исходит из Господа. Он сияние, на котором все держится. И я лучики этого сияния также. Я от него завишу и его слуга. Вдохнови меня на эту медитацию. Хочу увидеть такие молитвы. И когда преданный занимается саданой, и вновь и вновь просит Господа, показывает Господу, что ему это надо, то такому человеку постепенно Кришна сначала через гуру, сначала через старших будет давать разум, что надо делать, чтобы приближаться к этому совершенству. А потом у него и включится свой будхи-рага, будхи-йога включится. Он просто будет понимать. Это не значит, что гуру потом не нужен. Там уже нюансы будут какие-то. Но какие-то вещи будет человеку очень понятны. Он будет чувствовать, он будет понимать, как сейчас нужно служить этим преданным. Как сейчас нужно служить Господу. Как сейчас нужно повторять Святое Имя. Как сейчас нужно уже там, когда рука, да, что надо захватить с собой одежду, ведь Кришне может это пригодиться. Вот такая вещь произойдет. Поэтому очень мне вдохновила вот эта часть. Она вдохновила на то, что садана, почему так важна садана? Потому что мы это желание культивируем в себе. А иначе разум просто не возникнет. Мы всегда будем путаться. Мы всегда будем не понимать, как здесь поступать, как тут поступать. Никогда не сможем научиться. Надо культивировать это желание. И вторая вещь, которая меня вдохновила в этой медитации, это насколько преданные, насколько же мы зависим от Кришны. У нас же мозгов-то нет своих. Это же не наши мозги преданные. Это же Кришна их вот создает. Это же Он дает разум. И спросите, я когда думал над этим, так получается, что в духовном мире, а где же тогда свобода? Если Он просто им дает разум, вот сейчас надо проклясть. И раз они проклинают. А вот сейчас нужно вот одежду захватить. Это же Он до руки сказал. Он до руки сказал, захвати одежду. Он захватил. А где же свобода? А свобода в том, какой разум мы хотим. Мы все равно слуги. Мы же всегда слуги. Нет такого мгновения, когда мы перестаем быть слугами, и когда мы перестаем зависеть от Бога. И как-то вот самостоятельно могу решать. Такого никогда нет. Но свобода лишь в том, как служить Кришне. Либо в духовном мире, либо Кришна, Индрия, как там? Кришнендрия Прити, Ванчха, да? Ичха. Либо Атмендрия Прити, Ванчха. Да, правильно? Атмендрия Прити. То есть два варианта. И вот разум дадут либо тот, либо тот. Кришна, Ему не жалко. Либо тот разум, либо тот. Все равно Он будет помогать. Все равно Он будет подсказывать, куда идти, что делать. Все равно Он. Но выбор только према, либо кама. Вот и все. Поэтому вот это меня очень сильно как-то вот я вдруг меня так отрезвил. Думаю, надо же, насколько я вообще без помощи. И поэтому давайте будем культивировать вот это желание правильное. То, что Гур Махараш нас Шага Палупада нас учит. Тогда разум этот будет. Кришна даст этот разум. Мы будем понимать. Вот и последняя тема, которая здесь тоже затрагивается. Это, ну вот эти стихи, что они, я эти, вдохновленный, вдохновленный тем, что молодость вернулась к нему. У него чувства ожили. Забавно, да? Когда человек достигает Кришны према-бхакти, вот два эпизода. Это когда Нара-дамуни обрел прему, и когда Друва Махараш обрел прему, там одно и то же описание. Почувствовали, что чувства стали живыми. Вот значит, то есть, это сон, насхождение чувств, это сон чувств. Такое пассивное такое вот состояние, сон чувств. А когда служение, то есть чувства предназначены для служения. Ну, я сейчас в другом качестве. У него в материальном смысле ожили чувства. Недостающие функции были восстановлены. Он водошелился и стал, что делать? Правильно, стал императором. Я хотел вернуть нас к началу этой главы и сказать, что Махарадж, я, Эдик, это не простой человек. Он из династии великих царей. Это очень, очень благородный, очень хороший человек. Это преданный. На самом деле, и он, и его жена, это преданный. Они преданы. И нельзя на них свысока смотреть, вот читаете истории, романтические истории, так свысока. Ну вот, ну надо же, вот. Коза и козел. Вот про них нельзя так говорить. Они про себя могут так говорить. Представляете, вот духовный учитель говорит, я падший, я как червяк в испражнениях. И вы так обращаетесь. Дорогой червяк в испражнениях, позвольте мне к вам обратиться. Подношение. Как подношение. Представляете, вот на веса пуджи, вот так вот. Это же гуру аппаратха. То есть, то, что он про себя так говорит, это нормально. То, что я эти про себя так говорит, это нормально. Но мы не должны так про них думать. Потому что это супервеликие люди. Супервеликие. И смотрите, здесь говорится про него, что, смотрите, романтики. Романтика это распространенное явление. То есть, все правители, вот у них вот таких историй в миллион раз больше. В миллион раз больше. Почему мы здесь вообще в материальном мире оказались? Потому что есть вот это вот желание насхождать чувства. Вот мы здесь и оказались. Поэтому вот эта романтика, сексуальное насхождение, это сплошь и рядом. Но просто как люди это делают? Это можно делать в страсти и невежестве. Ну, то есть, если он, знаете, как эти артисты, некоторые, я не буду про все говорить, некоторые артисты, после концерта каждый раз с новой женщиной они куда-то уезжают. И как бы там вот все произошло, романтика, вот здесь вот, как здесь, да, романтика произошла, плюнул на нее и его пошел в другой. Вот это в тамосе романтика. Но здесь мы видим, что это в благости романтика. Потому что он не просто об одной женщине побеспокоился. Он же о тысячах женщинах, у них была счастливая семейная жизнь. Он о них заботился. Они были довольны жизнью, у них все хорошо и в материальном отношении. И он же еще и преданный, и в духовном отношении все хорошо было. И поэтому, и для царя очень важно, чтобы его вдохновляли. То есть, Деваяне тоже правильно себя вела. Вот мы здесь читаем, вот она ему служила и все такое, да. Она на самом деле правильно себя вела. Потому что обычно не так же происходит. Просто пилит, да, просто бьет по голове. Говорит, что ты дурак. Деньги давай. Вот, ну там с деньгами не было проблем. Вот, но что-то еще говорит. То есть, все время недовольна. Она вела себе как целомудренная жена. Она вдохновляла его. Пока человек не достиг там Кришна Прима Бхакти, очень важно, чтобы на внешнем плане кто-то говорил, что ты хороший человек. Очень важно. Хорошо, если это в Брамачаре Ашами нам говорят. Поэтому мы друг другу должны говорить. Нет, мы не должны ждать, чтобы нам это говорили. Но мы должны другим это говорить. Помните, да? То есть, спасибо надо говорить. Не то, что Кришна сверху мне дал, а при чем тут ты? Нет. Надо говорить энергиям Кришны спасибо. Спасибо за служение. Спасибо, что ты вдохновляешь, что ты ходишь на Мангарете. Что даешь силу мне тоже ходить на Мангарете. Представляете, если бы никто не ходил на Мангарете? Мы бы тоже не ходили на Мангарете. Ну, с трудом бы ходили на Мангарете. За все это надо благодарить других преданных. Самому не надо ждать. Но других надо благодарить. А иначе нужно будет, чтобы кто-то другой благодарил. Другой Машин. И там тоже проблемы с этим. Там же тоже нет воспитания должного. И вот здесь Диваяне, она показывает пример нормальной жены. Она вдохновляет. А его же надо было вдохновлять, чтобы он империей управлял. Это не такая простая вещь. Конечно, он рожден, был родным человеком. Он как о детях о них заботился. Но не всегда эти дети правильно себя ведут и благодарят его. Поэтому жена его благодарит. Поэтому жена ему говорит, ты для меня Бог. Так она ему говорит. Это вдохновляет. А вы думаете, зачем царю жена? Чтобы вдохновляла. Чтобы у него был энтузиазм. Я должен о них позаботиться. Но тут мне надо все хорошо устроить. Потому что у меня семья, дети хорошие. Жена любящая. Мне нужно работать. Как он будет работать-то? Если он приходит, а там эти лисы, шакалы. Как он? Зачем я буду с ними работать-то? Ребята, идите вон в лес. Живите в лесу. Я тут при чем? Что я должен для вас делать? Мне она все правильно делала. Поэтому чем все кончилось? А тем, что они стали, вот про козу и козла. Чувства свои они все равно полностью не насытили. Это поразительная вещь. Он отрекся. Там же следующие стихи будут. То есть у него что произошло? Он понял, он разочаровался. Он не смог удовлетворить чувства, но он от них отрекся. Обычно так не бывает. Не смог удовлетворить, но надо еще. Надо еще. Они теряют люди энтузиазм. А он не смог удовлетворить и при этом отрекся. Это потому, что он предан. Потому что он, помимо того, что занимался вот этими обязанностями, варнашемы, у него был основной процесс. А основной процесс это Шравана Макиртана. Он предан. Последнее, что скажу, важный просто момент. Я сейчас читал под впечатлением вот этой пятой главы первой песни Шиман Бхагам. Когда Нарада Муни дает наставление своему ученику, Бесадеве. И он сначала ругает все то, что он написал. Ты неправильно акценты поставил. То есть ты сказал там, дхарма артхакама мокша. Это неправильно. Это неправильно. Люди не будут возвращаться в духовный мир. Да, будут нормально жить здесь. Но цель мира не достигнется. То есть вайкунха виджая не произойдет. Потому что ты не поставил правильную цель. И он прям называет все его произведения помойкой. Я был в шоке просто. Я когда понял, что про это вот Тирдхан. Как это? Ваяса Тирдха. Что это речь про то, что Бесадева написал. Вот это да. Вот это он сказал. Ну то есть Ананта Гуранга приготовил там пир. И приходит кто-то из его друзей и говорит. Слушай, что за помойку ты приготовил? Подождите, подождите. Так, нельзя. У меня был такой случай. У меня прям реальный был случай. Я приготовил гречку. Не здесь, нет. Я приготовил гречку. И мой друг, он мне сказал. Он так прямо вот сказал, что все, что он думает про эту гречку. Я неделю не мог к себе прийти. И тут духовный учитель Нарада Муни говорит в Ясадеве ученику, что за помойку ты написал здесь. С точки зрения мудрецов, это помойка. Нет, с точки зрения там возвышения на райские планеты, это все нормально. Но с точки зрения возвращения в духовный мир, это не то. А что же то? И он сказал, то это прямо. То есть и объяснил свой пример, что нужно шраваном киртаном заниматься. Шраваном. Слушать надо. Бхагавата. Но потом он говорит, что не так много людей смогут просто слушать. Поэтому нужно свою природу занимать в служении Кришне. Про карма-йогу в сознании Кришне начинает говорить. Это для большинства людей выход. И мы видим, что Махарадж Яйти, как нам Прабул доказывал, что он всегда поступал правильно. Да, есть проблема, есть материальные привязанности. Но он же спрашивает, что нужно делать. Да, влюбился. Окей, но что нужно делать? Он спросил, как правильно это делать. Да, вот тут проблемы возникли с органами определенными. Но он же спросил, что нужно делать. Он же все правильно делал. И так как он следовал этому всему, то он очистился. Но главный процесс шраваном киртаном. Но второстепенный процесс. Не надо никого играть. Надо занимать свою природу в правильных вещах. Иначе просто эта природа уничтожит нас. Поэтому я хочу сказать, что Яйти и Доваяни, они правильно себя видели. Они правильно делали. Она правильно делала, что она служила ему верно. Он правильно делал, что он был царем, что у него была жена, дети. Все они правильно делали. И поэтому они смогли очиститься. Они не имитировали пармахамство. Они ведь на своем уровне практиковали. И достигли совершенства также. Вот это три темы, о которых мы поговорили. Спасибо вам большое за внимание. Хареи пришли. Хареи. Гран-тарачи, лад-багава, кинь. Хареи.